Всех приветствую, наконец-то! Ура! Алиэкспресс поехал! И пришла первая посылочка для нашего Defender. Следующей посылкой ждем регулятор скорости, мотор и новую аппаратуру управления для него. Но давайте посмотрим, что приехало сейчас. Приехала резина. Все мы помним с вами, да, в прошлый раз попробовали покатать на нашей резине и поняли, что она маленькая нам. Потому что то, что у нас получается, получается достаточно большим. Давайте откроем, посмотрим. Все в том же магазинчике в нашем заказывал на Алиэкспрессе. Те, кто на сайте был. Инжора называется. Ну уж больно он мне нравится. Опять очередной раз посылка приехала там 9 дней. Ну 10, считайте, дней ехала. То есть меньше двух недель. За что мне этот магазин нравится. Вот такая вот резина. Внутри вставки. Никаких надписей. Протектор такой хороший, я сказал бы. Очень хороший. Мне нравится протектор. Вот у нас разница высота колеса. По-моему, основательная. Все соберем попозже. Посмотрим. Значит. Единственное, конечно, вся немножечко кривая. Чувствую, будет тяжеловато ее туда запихивать. А может и нет. Очень мягко. Мягко. Должно быть хорошо. Четыре колесика. Это убираем. Дальше. Попробовал на проверочку просто. Ну все из этого магазина же. Заказал тяги. Посмотреть как, какого качества. То, что я заказывал в прошлый раз, если помните, был просто ужас. Ну, с виду. О, не-не-не-не-не. Все, господа, товарищи. Все то же самое. Единственный плюс. То, что они четко в размер. Но люфты. Люфты потрясают. О, под звуку. Слышно хорошо по звуку. Ну, не везет нам, да. Не везет нам с ними. Будем искать что-то другое. Ну, вот эти тяги стоили по 150 рублей. 148 рублей за одну штуку. Соответственно, еще одни нашел тяги. Но там цена за комплект почти 3000 рублей. И если честно, боюсь их брать. Потому что у меня такое ощущение, что там то же самое. Хочу попробовать заказать уже, наверное, оригинальные тяги. Думаю, либо от Рема Хобби. Потому что уж больно они мне нравятся. Они, качество у них хорошее очень. Ну, придется понять, что перерезать резьбу и немножко их переделывать. Но зато люфтов там нет. И все очень хорошо сделано. Так, наши тяги. Следующие. Ну, это неинтересно. Интересно. Это проводочек к камере. Следующие. Вот что следующее. Фаркоп. Фаркоп. Целиком металлический. Целиком металлический фаркопчик. Вот такой вот. На наш Defender. Качалочка. На серву. 25Т. Алюминиевая. С хорошей фиксацией. Уже такая у меня одна есть на зеле стоит. Заказал еще одну. Сама серва. Серву взял сразу waterproof. Вот наша сервомашиночка. Обещает 20 килограмм. Ну, 18. 18 килограмм. Цифровая серва. Waterproof. Посмотрим. Потестируем. Цена данной сервы. По-моему, 1200. Сейчас немножко все подорожало. Ну, единственное, да, видим минус коротенький проводочек. Если вспомним, он нам не подойдет. Он перепаивает будет. Комплект. Комплект огромен. Все что угодно. Ну, качалочку мы уже на нее купили. Здесь будет наша металлическая качалочка стоять. Поэтому это пока уберем. Дальше. О! Все. Последнее. Амортизаторы. Вспомните, да, если я в прошлый раз говорил, посоветовали мне купить 90 высота. Регулируется. Купить высоту 90. Они такие огромные. Точно 90? Да, точно 90. Напомню, да, в прошлый я купил 100. И мне что-то не понравилось. Высковат машину получилось. В этот раз купил 90. Скажу вам так. Сделаны очень качественно. Я думаю, там масла нет. Ну, да, сухие надо заливать. Здесь уплотнительное колечко у нас есть. Ну, с виду там тоже есть. То есть, течь не должны. Вот имеет такой внешний вид. Регулировочка присутствует. Немножечко, да, все регулируется. Все, все хорошо. Аккуратненько все крутится. В комплекте идут вот пружинки еще одни. Надо посмотреть по жесткости, что у нас, что у нас жестче, что мягче. Может быть, поменяем 4 штучки. Вот наша вся посылочка наша. Что я предлагаю, ребят? Давайте соберем, посмотрим. Поставим амортизаторы, поставим серву. И подумаем, как нам установить наш фаркопчик. Нам нужно будет сделать квадратное отверстие в заднем бампере. Все, приступим к сборке. Продолжение следует...